Каплюх! Ещё! Ещё! Ещё каплюш! Капля! Это собака-ворона. Ой, не знаю, было видно. Ещё раз. Капля, ещё раз! Каплюш! Ещё каплюш, ещё! Это собака-ворона. Рассказ сейчас будет не о ней. Друзья, как вы знаете, Голубь Баря всё время жил с одной-единственной женщиной. Его женщину звали Голубка Райс, и последний раз он был с ней вместе в марте этого года. Потом её не стало, и всё это время Баря был один. Последние дни я задался вопросом, что Барька должен быть с кем-то обязательно, потому что он шебутной, он постоянно активничает и мешает всему нашему Голубиному клану. Думал оставить для него либо касатку-инвалидку нашу, либо Ганну, там ещё кого-то. И в это же время у нас происходит сейчас отлёт голубей, мы выпускаем малышей, мы выпускаем тех, кого подлечили. В общем, знаете, как говорится, вот ты планируешь сделать одно, а выходит совсем иначе. У нас есть Голубка Бурка, которую мы тоже решили выпустить, но всё пошло немного не по плану. В общем, смотрите сюжет. Вот, дорогие друзья, это Голубь Баря, и рядышком сидит Бурка. Я не знаю, продемонстрируют ли они кое-что интересное для вас, пока я сижу рядом или нет. Ну, если даже не продемонстрируют, я вам расскажу. Дело в том, что, ну, как вы знаете, Баря живёт у нас на постоянке, это питомец нашей семьи. Вы знаете, что его отвергают голуби и вообще все. И он шебутной. С такими голубями в голубятнях разбираются очень просто. Им сворачивают шеи, потому что он тревожит всю голубятню. И сколько бы здесь не было гуляк на передержке или наших, которые на постоянке, он всех терроризирует, бежит на всех, разгоняется, пытается схватить. Вот, в голубятнях это брак. Ну, я подведу теперь к итогу. Ну, в принципе, вы только что сами всё увидели, да, можно сказать. Это голубка Бурка слева от него. И, видите, Баря более-менее успокоился. В общем, они создали пару, дорогие друзья. В чём вся трудность? Как я вам сказал, я собираюсь Бурку выпустить на волю. У неё было проблемное крылышко и есть. Ну, вроде как сейчас всё намного лучше. И теперь у меня дилемма. Раньше я вам говорил, что Барю очень хочу сделать, чтобы у него была пара, чтобы он заткнулся хоть ненадолго. Потому что он всем мешает. Он всем птицам мешает. Он орёт даже ночью. Последние дни вот он успокоился. И я так скажу, эта Бурка сама требует от него внимания. Он её не завоёвывал. Она в него влюбилась однажды. И вот теперь они вместе. Ну и дилемма, конечно, в том, что, да, я теперь не знаю, что сделать. Это действительно гулька, которая его успокаивает. Как вы знаете, с Райсу Барри было нечто похожее. И вот когда они были вместе, Баря молчал. Мне спокойно делали там гнёздышко. Он, видите, что делает? Эй, вы! Да уж! Барь, ну и что с тобой делать? Вообще, мы хотели ему дать кого-то из инвалидок, кто с нами навсегда. Но Бурк, Бурк, это всё-таки она к полётам пригодна, да? Фактически, вот. Не знаю, друзья, не хочется всё очень быстро решать. Потому что можно и дров наломать. По факту, вы знаете, у Барри сейчас вот появилась его фанатка. Она в него очень влюблена. Да, вот такие вот дела. Будем вас держать в курсе, дорогие друзья. Это Барри вот сейчас, в данный момент, мне тапок клюёт. П mam? Память! Барри! Ум www.ямляда.ru Фу-aceально! Ну вот такие вот новости. Как вы поняли, Бурка Голубка захотела быть с Барей или он с ней, не знаю, будь здорова. Захотели быть друг с другом, чего мы не планировали, мы действительно хотели дать ему инвалида, и теперь я даже не знаю, что делать, радоваться или грустить тоже не знаю. В общем, вот парочка сейчас вся оба влюбленные, воркуют, радуются, ну и самое главное, что Баря не достает других голубей, и он наконец замолчал, вот они заняты своими голубинными делами. Вот такие вот новости, просто хотел с вами поделиться. Всего доброго, хорошего вечера, пусть все будет отлично. Каплюш, Каплюш, доброй ночи сказать? Да, Каплюш, Каплюш! 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 Продолжение следует...